приветствую вас уважаемые друзья юрий диаген достаточно часто приходит вопрос который был очень важен в моей жизни в свое время как добиться успеха если ты чувствуешь что изначально в тебе не заложено огромного количества внутренних сил и это актуально лично для меня потому что я не являюсь мультивекторным человеком которому изначально дано очень много я могу сказать так что энергетики про пробивной во мне изначально было очень мало и определенных успехов лично я добился не благодаря тому что подсоединился какой-то космической энергией присосался космосом криптилоидом не благодаря тому что открыл какой-то философский камень и даже не благодаря тому что встал два пальца в розетку начал заряжаться нет все получилось вам в некоторых областях которые мне действительно важны благодаря тому что я очень рационально и четко перестроил отношение к использованию своих внутренних ресурсов представим патрон пуля порохового заряда там изначально не очень много не знаю какое-то фортификационное сооружение вот этим пороховым зарядом не подорвать но весь этот заряд сконцентрирован запихнули в гильзу поставили пулю вставили патрон в ствол направили в нужном направлении даже несмотря на то что пороховой заряд маленький при выстреле высвобождается огромное количество направленной энергии вот эта маленькая пулька может натворить дел натворить дел в нужном в нужном для нас вместе это не должен быть мощнейший ядерный удар да мы не не все изначально мультивекторные люди у которых получается то 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 пятое десятое по себе могу сказать не был я никогда таким перестройка у меня началась достаточно поздно годам к 20 лет 20 года 23 или 25 говоря рациональное использование все мы люди изначально разные кому-то давно изначально много есть великие люди которые с детства творят чудеса вундеркинды таланты спортсмены которые есть люди которые с детства являются лидерами не все мы такие но надо понимать не всегда когда человеку дано огромное количество внутренних сил он достигает успеха и не всегда когда человеку дано сил мало это значит что он должен смотреть с открытой пачкой и восхищаться этими людьми с огромной энергетикой нет мозги нам на то и даны чтобы к благодаря малому достигать многого не всегда мы должны опускать руки если понимаем что сил у нас мало нет мы должны перестроить наши внутренние силы так чтобы они были сконцентрированы в сторону одной какой-то пробивной области и мы не должны распылять наши силы то есть жесткая концентрация и отказ от всего лишнего это безумно важный момент понимаете а самое страшное когда люди восхищаются другими мультивекторами людьми с огромной энергетикой они не понимают что стиль их жизни это не причина достижения их успеха допустим есть какие-то певцы писатели и политики которые при этом достигают успеха в куче областей живут определенным стилем жизни охрену на все там бухают там тусуются там поют люди смотрят и думают блин вот так надо жить а нет он живет так потому что у нее энергии хватит на все у него хватит там зажечь такой огонь и не сгореть до конца жизни а у нас дай бог не знаю растянуть маленький костерок до конца жизни но его нужно зажечь в таком месте поставить вокруг него такие зеркала благодаря использованию рациональному наших внутренних сил что свет от этого маленького костерка будет распространяться на многие многие километры концентрация и отказ от всего лишнего нас всегда будут оценивать по пиковым проявлением по области в которой мы добились максимального успеха нас всегда оценивают как специалиста в чем-то побольше части да не просто как хорошего человека хороший человек это не профессия мало кто имеет дела с хорошими людьми которые являются безумными и без инициативными надо показать себя в какой-то рабочей области и добиться там авторитета и не всегда нам надо достигать успеха в куче областей если мы хороший физик но при этом являемся посредственностью ну середняками в каких-то других областях да хрен с ним физик то хороший охренительный физик пообщаться можно узнать что то можно прорывное какое-то событие он сможет сделать если мы охренительный спортсмен пожалуйста нас будут уважать как очень хорошего спортсмена который достигает своего в одном в одном пиковом проявлении нам не нужно быть при этом писателями философами обязательно достигать этого не надо если мы являемся хорошим специалистом в какой-то области нам не нужно быть хорошими специалистами в другом и в этом отношении я могу сказать что мы живем в очень благоприятное время когда благодаря всемирному разделению труда мы сможем добиваться успеха гораздо проще чем это можно было добиться там не знаю лет 500 назад когда нужно было быть и воином и земледельцем и ремесленником и женщину заставлять чтобы она там тряпки какие-то шила сейчас вовсе этого достигать не нужно нужно сконцентрировать его на одном определенном направлении но но было бы что концентрировать а как правило большинство людей живут так что 90 процентов своих внутренних сил они распыляют на абсолютно ненужные вещи на ненужных людей на ненужные отношения с женщинами на ненужные сомнения на ненужные переживания у нас мозгу огромный потребитель внутренней силу если мы будем постоянно сомневаться думать что нет все силы собрать в одно мощную ствол орудия запихнуть и не дать возможности силам уходить в стороны распыляться нам нельзя как только мы распыляемся то мы теряем возможность создать хотя бы пиковое проявление и за счет этого при маленьком количестве сил стать успешным человеком вы понимаете куча мультивекторов людей с огромной энергетикой в детстве показывают какие-то чудеса но потом потом распыляется настолько либо же начиная думать о себе так хорошо что концентрации и о об отсекании лишнего они забывают тоже и не достигают успеха и поэтому очень часто можно видеть как успешные дети на которых возлагают огромные надежды становятся середняками до энергии много но как мягким тюфиком она по всем областям бьет но мы должны сделать из нашей пускай небольшой энергетики копье шила пускай который мы пробьем все обстоятельства которые мешают нам добиться успех что нам нужно сделать первую очередь понять что то что не является необходимым мы не можем себе позволить рок-звезда какая-то с огромной энергетикой творческой можете позволить мне огромный какой-то величины человек великой исторической личности может позволить себе все и страны управлять и стихи писать песни сочинять но к сожалению не все мы такие концентрируемся на определенную область вы понимаете одну вещь не надо ее сознательно искать у нас мозг устроен таким образом что свободная энергетика всегда пытается как вода найти выход если мы находимся в состоянии распыления всех внутренних сил мы выход никогда не найдем но если энергия концентрируется она как сканер вот подключается к локатору энергия электричество и сканер начинает искать сканирует новые возможности мы сами к ним придем мы сами найдем нашу природную склонность и поймем в каком направлении сконцентрировать именно в этой природной склонности все наши силы без остатка чтобы пиковое проявление было как можно выше если вы юрист надо быть юристом чуть выше среднего для того чтобы зарабатывать если вы спортсмен надо быть спортсменом чуть выше среднего чтобы хотя бы тренерской работой можно было зарабатывать если вы писатель уж надо писать на уровне выше там не знаю ученика филологического факультета пиковое проявление хотя бы в одной области но это позволит нам зарабатывать это позволит нам быть ответственным человеком это позволит нам обеспечивать наши семьи и чувствовать себя людьми которые состоялись в этой жизни все что не является необходимым каленым железом вырываем из нашей жизни если у вас не получается запомните одну вещь если вы не можете выкинуть людей бытовые привычки 5 10 это ваши проблемы и блин вам никто не будет слюни вытирать вам достаточно того понимания что должно быть достаточно того понимания что вы должны быть успешным ответственным человеком который зарабатывает обеспечивать всем необходимым себе все если этого понимания вам недостаточно пошли вы в задницу слюни вам вытирать никто не будет никто не будет сидеть и говорить как несправедливо с вами обходится жизнь вот вот такой человек вам не хватает сил мотивации все это выкинули пошли вы в задницу ребят вы должны либо не должны это дело ваше факт остается фактом вы либо концентрируетесь его либо не концентрируетесь дело ваше абсолютно просто вы берите в расчет то что если концентрируете даже при маленьком количестве энергетики вы рационально перестраивать и сможете выстрелить в нужном направлении если не концентрируете на свалку истории жалеть и тратить свои ментальные силы на то чтобы думать о том как вам хреново живется никто не будет ну жизнь такая что в особенности вам больше 20 эту вещь надо понимать что отдельно никто плакать не будет и доводы почему вы не достигаете успеха интересно будут только людям которые на этом будут энергетические заниматься энергетическим вампиризмом они будут у вас выслушивать творить да это все несправедливо да сами от вас будут заряжаться вашей энергетикой добрые люди будут на вас смотреть светлые люди и говорит пошел ты ну что ты ноешь либо делали бни дева от меня-то отвалит их по пиковым проявлениям нас всегда будут оценивать и при маленьком количестве энергии всегда можно рационально использовать все наши силы для того чтобы добиться успеха помните не всегда огромные армии заваливали армии маленькие иногда партизани ли люди так что доставляли неудобства очень большим воинским подразделениям не всегда великие в энергетическом плане люди достигали успеха и есть огромное количество примеров когда люди с небольшой внутренней энергетики благодаря рациональному использованию того что у них есть выстреливали как и снайперской винтовки в таком правильном направлении что все охреневали все что не является необходимо в топку на свалку истории в в жопу людей привычки мысли вещи все что не является необходимым для достижения нашего пикового проявления для нашего выстрела и снайперской винтовки в правильном направлении мы все ставим в очередь и эту очередь ставим на рельсы которые идут прямо в жопу надеюсь вы поняли мой посыл удачи и силу друзья энергии огромной пробивной пусть ваша вера будет крепче стали с вами был спортсмен диагин вот так вот Продолжение следует...